Сережа закончил сегодня третьим квалификацию, но здесь и Саша Кляйн, и Патрик Каутлинг, несомненно, герой чемпионата. Вот Витя Минибаев готовится сейчас выполнить свой прыжок. Из задней стойки 3,5 оборота вперед. Прыжок в группировке, коэффициент 3,2 у российского спортсмена. Главное на вышке это обеспечить погашенный вход без брызг. И сразу же очень хорошо прыгает Минибаев. Чуть-чуть была небольшая тенденция, как говорят, прыгнуть в воду на переход, но вход в воду получился с практическим изухаристным работом в воздухе колоссальный. И посмотрите, он чуть-чуть перешел, может быть, но это прыжок безусловного лидера на данный момент. И Минибаев начинает и выигрывает. Внимание, оценки смотрим. Но 9,5 по достоинству оценили прыжок Витера Соди, хотя они здесь, мы знаем, припадывают российские спортсмены и другие. Талантище из Германии, Патрик Хаутлинг, призер олимпийских игр. Кратный, и он Европа. Молодец. Посмотрите, как он убрал прыжок. Последним будет прыгать Сергей Назин. Плотная вкладочка, хорошая работа на воздух. И посмотрите, как он убрал прыжки. Немцы предвкушают очередную золотую медаль, конечно, сегодня, с учетом мощного Кляйна. Но пока Хаутлинг идет третьим. И Сергей Назин. Но несмотря на фамилию, он маленький, но чрезвычайно дорогой золотник. Здесь на вышке в синхроне с Хаустлингом одержал он победу. Призер олимпийских игр. Кратный чемпион Европы Саша Кляйн. 24-летний спортсмен из Аахена. И ошибается, ошибается немецкий прыгун. Очень-очень интересно, что поставят в суде. Вот явный был переход. Явно шлепнул ногами. Да, конечно, пиетет перед этим спортсменом Сони испытывает. Но до какой степени? Хайда Хаустлинг смотрит на партнера в команде. Смотрите, прыгает с травмой, поддерживает как может. И даже 8-5 получает Саша Кляйн. Но несправедливо высокие оценки, не правда ли? Как все видели. Ну а пока предварительно. Посмотрите. Виктор Минибаев после первого раунда идет на первом месте. Кляйн шестерку сильнейших замыкает. И, к сожалению, только 12-м пока Сергей Назин. Числиться, но поправить ситуацию можно. Виктор Минибаев на ваших экранах. Лидер соревнований. Уникальный прыжок. 4,5 оборота вперед. Коэффициент сложности высочайший. 3,7. Блестяще! Блестяще! Посмотрите, как здорово он это сделал. Сейчас я думаю, российский спортсмен должен еще более ухручить свое лидерство. Ну посмотрите, складка какая. Все-все здорово. И вход в воду. Да, конечно. Может быть, чуть-чуть переходик был. У нас такие прыжки. Чуть-чуть переходик был, но прыжок очень хороший. Очень хороший прыжок у Драйга Альберина. Очень довольна тем, что... Вот смотрите, арбитры, да? 7,5. Вот 7,5 за прыжок Кляйна. И 7. Колоссальная огрузка на руки. Ой, как хорошо. Что хорошо, то хорошо. Хауздинг. Молодец. Он прыгает очень уверенно. У него настоящая психология чемпиона. Это прыжок практически без недостатков. И даже десятку хауздинг получает. Но тоже посмотрите, кто-то ставит 8,5, кто-то 10. Но прыжок не сильно был короткий. Меньше 9, 3,7. Какой же прыжок, который и делал Минибаев. Утром многим понравился этот прыжок. А что сейчас? А сейчас он опять ошибается. Опять ошибаются. И болельщики руки к небу поднимают. Да, и причем ошибка очень-очень грубая. Вали не ложится, спортсмен. Вот сейчас посмотрим, что поставит орбит. Вот смотрите, оценки 7,5. И только Петрушка может ставить. Вот я другого слова не буду. Глянь, не нуждается в таких поддержках. Хорош сам по себе. Минибаев лидер. После второго раунда всего 6. Смотрите, какая борьба. Хаут их недалеко. Сахаров капнул. Все рядышком. И смотрите, что Назин на 2 ступенечку вверх поднялся. Еще один сверхсложный прыжок в активе лидера. Витя Минибаев. Стойки на руках. Сейчас будет делать два оборота назад. С двумя с половиной винтами. Коэффициент сложности 3,6. Все в струнку. Носочки. Складочка должна быть полной. Ну. Молодец. Да, был, конечно, небольшой переход. Но справился с этим прыжком. Молодец. Минибаев выступает очень хорошо. Хорошая плотная складка с самого начала. Акцентированный вход в воду. И, в общем, небольшое количество брызг. Даже бурунчик выпустил российский спортсмен. Это будут высокие оценки. Видите, что пока никто не приблизится к россиянину. Молодец Минибаев. Группа поддержки Хаузинг из сборной Германии. Идущий вторым со стойки на руках будет делать два оборота с полутора винтами. Сиянин был потруднее прыжок. Но Хаузинг, конечно, боец. Молодец, Хаузинг. Очевиден сатор этого спортсмена в борьбе за очередную награду. Он здесь был вторым на метре. Вторым в синхроне с фэком на трамплине трехметровом. Ну, а с Кляйном выиграл золото. То есть у него золото и два серебра. Это герой чемпионата. Он будет вторым на данный момент, но проигрывает Минибаев. Ну, конечно, красавчик немец. Ничего не скажешь. Поддержим Минибаева. Уступил пока лидерство он. Идет вторым. 3-3 коэффициент сложности. Три слой наоборот и назад будет Витя делать из передней стойки. Ну что, вот, понимаете? Чуть-чуть недоходик сработал. Ну, конечно, конечно, прыжок на хороший. Но надо делать отлично. Для того, чтобы рассчитывать на схватку с немцами. Были ошибки. Борятся и сейчас. На брызгах, конечно, много. Смотрю, пока что. Раузник. Смотрит, Хаузник готовится прыгать. Вот сейчас мы покажем вам прыжок. С коэффициентом 3.6. Прыжок, который может стать во многом ключевым. Ну, блестяще. Ничего не скажешь. Посмотрите, насколько хорош Хаузник. И этот прыжок из разряда 9.9.5. Четкая складка. Великолепный вход в воду. Поставил очень эффектный вход. Хорошо раскрылся. Да. Все, и руки, и ноги поставил. Все, в этом прыжке хорошо. И сейчас есть опасность, что Хаузник превзойдет российского спортсмена. Минибаева. Как это часто было. Вот пацаны без соревнований немцы выходят вперед. И оценки, посмотрите, какие хорошие. Минибаева. Патрик Хаузник. Внимание. Решло на обороты назад. 3.3 коэффициент сложности. Вот такой же, такой же прыжок. Готовит опытнейший немец. И тоже ошибается. И тоже ошибается. И сейчас, мне кажется, ошибка была даже посущественнее, чем у Минибаева. Немец. И он не достает. И причем солидно не достает. Вот посмотрите. Вот сейчас действительно. И ноги развел. И какой, какой недоход. Посмотрите, вот он Хаузник. Третьим идет. Третьим идет Хаузник. Сразу проигрывает еще и крайнецов. Станет ли Виктор Минибаев макси-спортсменом этой Европы? Сейчас 2.5 обороты назад. 2.5 винтами он будет делать. Обгоняет его Саша Кляйн после этого феноменального прыжка. Но шанс не потерян. Место на пьедестале. Но все-таки 20 с лишним очков преимущества у Кляйна. Говорят сами за себя. Небольшом переходе. Но прыжок получился чуть выше среднего, так скажем. Однако я думаю, что 9 баллов вряд ли дадут судьи. А уж никак не ниже 7, во всяком случае. То, что нужно для того, чтобы закрепиться на уровне борьбы за медаль с переходом, с брызгами. Но что делать? Но молодец, Витя бьется. Пока первый, ждем Кляйна. Сделал мини-байв, Хаузник. Процент трудности 3,3. Трестая наоборота. Саша Кляйн. Итак, блестящий, просто блестящий Саша Кляйн. Вот это да. Это прыжок практически без недостатков мы сейчас видим. Уникальный человек. Так собраться. Смотрите, какая складка. Все очень плотно. Пошел в угол настолько мягко. Я думаю, что это десятка. Очень четкое раскрытие. Супер вертикальный в воду. Очень резкий, аккуратный. Феноменальная совершенно реакция публики. Потому что это 10 баллов. 10 баллов. Вот это Саша Кляйн. Невероятное что-то происходит. Мы можем даже остаться без медалей. В это невероятно было поверить. Но тем не менее. Назин финиширует 9-го уже точно Сережа. Благодарим за борьбу его. И Кляйн. Вопрос, кто победит. Либо один немец, либо другой. Каптур едва. Хаусинка не догнал. За белоруса радостно. И вы посмотрите. Сейчас того запала, который был у Кляйна, хватает для того, чтобы финишировать первым. Несмотря на то, что он ошибся, ему нужно было прыгнуть на 6.5. А он получает восьмерки. 7.5. И Кляйн первый. Хаусинк второй. Каптур третий. Минибайв только четвертый. Ох, как жаль, уважаемые друзья. А это значит, что Германия выигрывает. Продолжение следует.